Всем привет, мои хорошие! Так, ну что, наше расследовое утро Показываю вам Видите, слышите шум там? Арно у нас убирает Я кушать готовлю Сейчас покажу, что готовлю Арно тут наводит порядки у меня Мужчина убирает Умничка А детки что делают? Покажусь Где мои дети? Где мои дети? Детки, мои детки, вы где? Рафуль, давай тебе линейку дам Ну что ж ты с этой картоночкой? Линейка есть, а он с этой картонкой делает Ладно А Алиса тут строит У меня строит Умничка моя Ну а мама тут Наготавливает Что у меня на обед будет сегодня? Будет у меня бульгур Зеленый горох Нашла морозильная камера Из прошлого года С осени замороженной Мясосик даже Ближек с ней мы собрали Замороженный нашла целую огромную Ой, сумку А там у меня фасоль Одной рукой не получится Ребят Обожгусь Прочитательно, Aaron У меня фасоль И мясные шарики. Ой, все, плитку придется мыть. Соус сюда вышел. Да ладно, не плитку, а духовку. Вот такой у нас будет обед. Потому что, как вы заметили, всегда обязательно овощи, какая-нибудь крупа, рис или макароны, ну, что-нибудь такое. И там набит мясо, рыба. Глин, шум ужасный, пойду на улицу. А, таким вот образом. У меня морденька себе будет на солнышке. Вот. И на обед, да, и что у меня получится? Гарнир всегда овощи у меня, какие-нибудь крупы, и всегда мясо или рыбка. Вот. Это у нас всегда таким образом обед. На ужин всегда стараемся, конечно, без мясных продуктов. Ну, не всегда получится. Я-то иногда просто у меня, ну, любят дети мясо, что я же могу поделать. Не буду я им сильно прям, ну, я как бы пытаюсь к своей жизни приучать, ну, как правильно я считаю, нормальному питанию. Я не говорю, это правильно питать, это нормальное питание. Вот. Ну, детки иногда вот хотят мясное что-то. Ну, я им даю. Ну, они мясные мне любят. Мясо прям, мясо, мясо. Мясо, конечно, поменьше. Мясо резко у меня больше, как я, овощи. А Рафика, как отец. Мясо, 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 мясо. Вот. Так, ну что, у меня сегодня будет день, конечно, коротенький. Потому что коротенький для видео. Потому что я сейчас обедаю, готовлю обед, обедаю и уезжаю на волонтерство. У нас сегодня будет волонтерство. Лото. Разыгрывать лото. Ну, и мы как бы, наша организация это организует, ну, чтобы денежки заработать. Так что я там буду сегодня. Сейчас до 6 вечера. После 6 вечера сразу прямиком к свекру и поеду. Потому что мальчишки мои, девчонки, там будут тоже у них. Потому что мои планируют поехать кататься на велосипедах в Тулузу и возвращаться в Тулузу, заехать к Радитле-Марно. Потому что там еще приехал хороший семейный друг. Нет, друг семьи. Вот. И за это как бы нам хотелось его тоже увидеть. За это таким образом вечером поедем туда. Но так как здоровье детей нет в школу, мы кайна с каникулы, ничего страшного, если мы поздно вернем с тобой. Перекусим что-нибудь легенькое такое. Может быть там поужинам. Ну, родители, короче говоря, посмотрим. Вот. И сейчас продолжаю кушать готовить. Время уже практически... Ой, уже 12. Мне надо срочно кушать, потому что в час я должна быть уже на волонтерстве. Ну вот. Попала я. Конкретный попик. Ладно, смеюсь, не попик. Попала я в ловушку. Сколько я откручивалась, отверчивалась от того, чтобы не попасть мне, не быть мне, получается, бухгалтерией заниматься. Ассоциации, где я волонтер, уже сколько, два года, и два года они мне об этом говорят, два года я отказываюсь, просто руками, ногами не хочу. Ну вот все-таки они меня уболтали, потому что сказали, нужно, нужно, никого нет, никто не хочет, выручай. Короче, не знаю, как они мне уговорили. Честно говоря, не знаю, но уговорилась. Ну вот сейчас провела два часа с бывшим этим бухгалтером, который хочет уходить, ему надоело уже 9 лет, он занимается этим волонтерством, и он будет уходить. И вот все это дело мне перекинул. Хорошо, что я освободила мое ателье. Вот так, а так бы куда стоять, я не знаю, теперь хоть место есть свободное. Так что освободила полки для того, чтобы снова их забить. Вот так. Ну вот буду сейчас разгребать документы. Раскладывать по местам, по моему, говорить, со взглядом всему остальному. Боже мой. Компьютер дали, как я не хочу чужие вещи в доме иметь. Ну да ладно, что делать. Вот чужой компьютер. Сись! до свекров я не доехала потому что мы очень поздно закончили время сейчас сколько я скажу пол восьмого я приехала домой 15 минут назад так что до свекров и не поехала позвонила арно скани ребят я не поеду все-таки пока доеду пока туда все и известно когда домой появится еще ужин готовить и гранита это уже как-нибудь без меня ничего страшно как раз сейчас ужин за бацан лучше же я посмотрела время тоже не очень сильно хочется тратить много посмотрела у нас есть рыбные палочки так что рыбные палочки сделаем и в духовочке и такие красивые такие штучки помню 6 называется из пюре сделано тоже замороженное то что все это дело в духовочку поставлю за 20 минут это будет готово ну да как мне нужны всегда овощи об туда поворачиваю я же без овощей никак то и делаю салат из цикоя потому что мы не нужны всегда овощи всегда я хотят кабачки пожарить надо мне могу не успеть пока мои приедут принцип пока покупается могла успеть можно даже сейчас и успеем обжарю кабачки что сейчас и сделаем хотя у меня там есть еще фасоль чет я задумалась на на кабачки забаться поискала в кабачке и нашла у меня уже готовые мои блед и губангольд блед и так что сейчас это размораживаю просто напросто и все какое счастье когда мы есть готовое блюдо уже морозильной камере останется только разморозить на такие дни слава богу что это не так часто такие дни бывают когда я слишком занята чтобы не готовить совершенно ничего и думать что мне такое что я не туда режу заморозить блин вот перепутала мусорку бросаю хорошая а хорошая бросаю мусор на листья боже мой ну кошмар кошмарный слушайте девчонки мальчишки давайте покажу ну и уже люди то знают все уже все наслают об этом методе я начала прибирать вещи по методу он на ритмом да так или море кондеринку мари не помню короче говоря попала я на нетфликсе мне уже говорили об этом методе ну честно говоря как-то ну не не стала искать не не знаю по поводу это почему не стала искать а это на нетфликсе попалась мне передача что-то как эта женщина приходит к людям и помогает навести порядке классно как интересно и мне прям по нас как она складывает вещи дум по полу я что прям покажу правда не так еще много всего сложила но начинающие начинающие я начала алисы и рафаэль и на связи по чуть-чуть molota коробки подкупили Noah на всей коробке не хватает может потому что потому что абы какие они заходят сюда вот такие вот они прям идеально стали здесь надо мне еще будет вот такие же точно размером купить они прямо квадратные снова эти пластмассовой коробки está вот таким вот образом а ах david прямо квадратненько пиратные прямоугольные ровненькой ну вот смотрите несут боль очки алисины ребёнка удобно потому что надо стала выбрала по цвету какой надо и мама не ворчит что уста надо доставит, доставит футболку именно с нижней, потому что у меня раньше так футболки были сложные. Она все время доставала именно почему-то, хотя с нижнюю футболочку, естественно, все это дело было, ну, вечно валялось не так, как надо. Также у нее леггинсы. Тоже по цветам она видит, какие и что. Все наглядно у нее. Ну и джинсы. Джинсы у нее столько много, брючек. Ой, даже не поместилось. Видите, даже три пары не поместились. Вот точно так же. Брючки. Ну а здесь у меня спортивные костюмы у Алисы. Здесь кофточки. А там кофточки такие на более теплую погоду. Здесь прям такие теплые, вязные, а там вот потоньше. Также я сделала у Рафаэля. У Рафаэля футболочки. Тоже он говорит, мама, так это хорошо. Довольные счастливые штанишки. Здесь спортивные у него костюмчики. Прям по костюмам я разложила. Здесь ветерочки. Вот таким вот образом. А, да, кстати же, я тут хай-носочки послаживала в порядочек. И даже пижамки таким образом. Алиса точно так же поскладывала в пижамки. Ребенку так проще доставать. Он знает. Да и я знаю, что у него за пижамки есть. А то я уже и не помню, что у него было. Там все время лежало непонятно как. Смотрите. Рафаэльчика и ботиночки. Боже мой. Какой размер-то? 19-й. Первый у ботинки. А сейчас 34-й. А? Разница. Оп. Так, ну теперь ко мне пойдем. Смотрите. Это Арно джинсы. Не джинсы, это всякие брюки. Их не видно, да? Оп. Может отсюда виднее будет. Вот здесь положила. Арно тоже оценил. Сказал классно. Мне нравится. Мне удобно. Свои. У Арно, казалось, больше брюк, чем у меня. Вообще-то моя полка это была для моих брюк. Ну, когда я слажала, либо давайте почитаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А у меня оказалось меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На двух штанов меньше. Вот. Так что я перенесла свои. И я хочу приорганизовать, так как здесь мои брючки, значит, сюда положу всю эту сторону мою. Раньше это была сторона Арно. Также футболками поступлю. Куплю именно, скажите вам, скажу, тоже коробочки пластмассовые, которые подходят под этот размер. И таким вот образом организую. Ну, в рубашку, ой, в футболке. На футболке Арно не нравится. Свои-то я буду делать. Арно не понравится, потому что слишком помят, они ему кажутся. Вот. Так что я ему не буду делать, просто по-другому организую. А свои я начала складывать, кстати, тоже. Видите, начала наводить порядки. Здесь у меня маечки все. Таким вот образом сложены. Это меня Арно тут впихил. Видите? Это я белье постирала, положила, а он у меня впихнул. И так, как надо. Вот. Вот так лучше. Вот. А здесь, значит, уже мои футболки тоже складывать. Длинным рукавом. Ну, разберусь еще. По мне, так оказалось, классный метод. Мне нравится, потому что занимает гораздо меньше места в моих одеждах. Так, поставлю, буду дальше резать салаты. Я буду болтать, и салат не нарежу. И при этом салат не готов. Вот. Но они пока душ примут-то, в принципе. Оп. Так что, всем советом. Мне понравилось. Если хотите, я вам покажу, как я складываю, потому что она показывает немножко по одному методу. Ну, складывать, складывать, складывать. Или я, по-русски, французски, делать футболки. И мне этот пляж совсем не очень-то подошел. В принципе, я взяла базу одну, только между трех раз, я сделаю только два раза. Три раза-то слишком. Ну, по крайней мере, для длинных рукавов это не подходит. Может, для коротких рукавов футболов подойдет таким образом. Ну, если надо, я покажу. И чего, давайте лица. Клеить я вам покажу, как я складываю и детские, и наши футболочки. Точнее, мои. Ну, и шкури я обсложила до эксперимента несколько футболок таким образом. И ему не понравилось. Скал, помятно. Ну, приучила, понимаете? Приучила парня, что все просто идеально наглажено от иголочки. Ну, ничего страшного. Приучила. У него и мама там хорошо его приучила. Мама у Николь тоже очень там все всегда наглаживает. И даже пластите плотиночки и те наглаживает. Вот так вот. Я, конечно, до этого не дохожу, что у меня времени настолько свободного нет. Хотя она у Николь, даже когда у нее и свободного времени не было, работала. И двое детей было. Она с утра на втором этаже начинала убирать, перед этим окном на работу идти. И возвращалась на обед, и заканчивала. Еще возвращаясь с работы, продолжала еще внизу на первом этаже убирать. И еще у нее с тобой покушать было вкусно, не обо что. И всегда чистенько. У нее сейчас ни одной пылинки на девушке. Блин, мне аж стыдно иногда у нас бывает. Там такая пыльща. Не вытрешь, забудешь, ну, Арно, точнее. Не вытрешь, забудешь, а я не проверю. Прям хоть рисунки рисуй. А у нее всегда так чистенько. Каждому свое. Кто-то любит это, нравится это начищать. Я не люблю. Мне это просто неинтересно. Из-за этого я на Арно все это дело перекинула. Вот так вот. Так, к чему? то, что Николь, она, я же говорю, даже полотенце гладила. Ой, я помню, у нас с Арном только поженились, такое было это. Сразу первая стычка. Я начала гладить, расскажу вам такое интимное. Начала гладить одежду, оп, а Арно мне говорит, а ты что трусы не гладишь? Кольцом получается его, ну, мужские трусы. Семенники, так помню, или боксеры, как по-нашему. А я ему говорю, нет, я не гладу, он не гладил. Он мне говорит, а у меня мама гладит. И я беру, я помню, беру эту корзину с бельем, ставлю на гладильную доску и говорю, дорогой мой, бери эту корзину и неси к своей маме. И там же можешь оставаться. Я не мама, я Галя. Все, больше никогда не сравниваю, я не сравниваю. Никогда. Потому что, девочки, берите на заметку, может, что, говорится, молодожены, или, не знаю, молодых, наверное, никто за мной молодым не наблюдает, но на всякий случай. Так что, моему Арно сразу, так как отшибло, больше никогда, ни разу, сколько мы женат, в 96-й, 13-лет в этом году будет, ни разу 13-лет у меня не, больше не сравнивает. Вот так, тема сразу сказать. Мама есть мама, я Галя. Ты женился на Гале, так что воспринимай меня Галю как есть. Конечно, воспитывать, перевоспитывать некоторые вещи, но никогда не говори, моя мама делает это. Вот такие вот делишки, вот такие чебуришки. Так, сейчас буду выкладывать, чтобы разогреть же мне. Я не разогреваю, ничего пластмассового не замораживала, а уж разогревать я в этом деле пластмасски не буду. Теперь надо это дело вывалить и разморозить. И метать им стеклянную посудину. О, то, что надо. Ай, микроволновку. топ-10 Субтитры подогнал «Симон»